Всем привет! В этом видео я хочу показать, как на автомобиль, вернее, на двигателе 3С, 4С, 5С снять корпус масляного насоса. Ну, естественно, вместе с масляным насосом, вместе вот с этой шестерней. Шестерни, то есть сам масляный насос, приводится в движение, в действие ремнем ГРМ. Видите, какая зубчатая шестерня на самом масляном насосе. Так вот, сам весь корпус, я хочу показать его, обозначить, вот он идет, вот так вот, может видно будет получше. Вот это, вот это вот, вот это, вот этими проушинами, вот это все идет, корпус масляного насоса, вот он. И крепится он, вот эти вот, видите, два, два отверстия пустые. Это, к ним крепится защита ремня ГРМ пластиковая, болтиками на шесть, через корпус масляного насоса к блоку двигателя. Крепится через вот эти два. Поэтому, здесь сейчас два болтика нету. Как снять саму пластиковую крышку? Смотрите, у меня на канале видео есть, в плейлисте Toyota. Вот, ремонтируем автомобиль Toyota, по-моему, не помню, как-то так называется. Ремонт автомобиля или Toyota. Ну, короче говоря, есть у меня, как подобраться к ремню ГРМ, как снять ремень ГРМ, как снять пластиковую крышку. И вот мы добрались до самого масляного насоса. Вот это шкив, шкив зубчатый коленвала, через который приводится как масляный насос, так и приводится шкив распредвала на головке блока цилиндров. Ну, так, продолжаем. Значит, мне нужно сейчас, чтобы снять масляный насос и поменять внутри в нем сальники. Один сальник, и вот здесь вот прокладка, вот такая фигурная прокладочка есть. Я ее покажу. Вот сейчас, в данный момент, мне нужно открутить один, два, три, так, вот здесь нету, это уже откручено, этот пластиковый, четыре, пять, шесть болтиков. Шестигранники этих болтиков, сами болтики диаметром на шесть, а шестигранник, который мы будем откручивать, чтобы снять масляный насос, на десять. Откручиваю я эти болтики всегда, вот такой вот у меня наборчик есть, это головка на десять, удлиненная, и мне ей очень удобно крутить. При помощи ее я должен сорвать, оп, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чтобы быстрее их откручивать, я, естественно, пользуюсь вот таким вот помощником, шуруповертом. Хоть болтики и не длинные, как бы откручиваются быстро, но шуруповертом приятнее и быстрее. Там наверху шуруповертом подлезть не совсем удобно, потому что кузов мешает, шуруповерт не подсунешь, поэтому отворачиваем вручную. Болты не прикипевшие, тут они всегда находятся в смазке, ржавчины практически нет. Дюралевая часть, в которую они закручиваются. Сам масляный насос, он, конечно, он, вот он весь, а это его крышка. Вот так подшевеливаем. Можно поддеть немножечко отверткой. Сейчас вот, надо показать. Опа, вот так вот прям. Шевелил. И все. Видите, масло закапало. Аккуратненько, аккуратненько. Опа, вот эта прокладка под ним, ведомая шестерня, а вот это, а вот это ведущая шестерня. Вот эта вот прокладка оторвалась. Ну, в принципе, мы ее меняем. Вот он, сам масляный насос, прокладка. Прокладку ее никто никогда здесь не менял. Вот если автомобилю или этому двигателю, видите, как она, резиновая прокладка. Вот что превратилась. То есть вся разваливается. Ее обязательно надо менять. Мы сейчас это и сделаем. Вот он весь грязный от того, что протекал сальник коленвала. Ну, надо помыть его и разбирать. Покажу, как я его начинаю иметь. Здесь у меня размешан растворитель. Свой спирит. Замочу им немножко. Вот она, крышка масляного насоса, ведущая шестерня. Вот. Износ минимальный. Я просто из опыта вижу, когда вот здесь вот под шестерней, вот под этой шестерней, такие борозды. Вот здесь вот на этой крышке, еще раз покажу. Здесь вот на этой крышке, здесь вот как она по кругу идет, и здесь прям видно, что она утоплена. И то давление отлично. Здесь все ровненькое, то есть насос отличный. Теперь нам нужно что? Теперь нам нужно открутить вот эту гайку ключом на 12. Просто так ее не открутишь, надо обязательно в тисочки зажать. Зажать такие тряпочки положил я. Сильно не надо прижимать, потому что она квадратная, никуда она не денется, лишь бы не выпало. И аккуратненько откручиваем. Ага, тяжело. Еще подожмем. Не, надо взять хороший бороток. Ого, а стесы сворачиваются. Видите, не так-то просто. Отвернул. Снимаем шестерню. Свернутые тесы, а? Накрутил гайку, немножко чик вниз, и она пошла. Вот эта шестерня, видите, здесь с одной стороны с проточкой, чтобы не проворачивалась. И вот сам вал с ведущей шестерней внутри. Нам необходимо поменять вот этот вот сальник. Сальник у нас заготовлен новый, поэтому отверткой вынимаем старый. Ну, кто не знает, видите, пружинка, она находится внутрь. То есть, внутрь. Сальник ставится заподлицо. Здесь вот даже отводной канал есть. Видите, масло когда попадает, чтобы... вон там дырочка, чтобы оно вытекало назад. Вот сюда. Все. Сейчас ставим, берем новый сальник и устанавливаем его. Вот он новый сальничек. Вот это старый, вот это новый. Пружинкой вовнутрь. Чтобы сальник, когда я его вставляю, не задрались вот эти края, я его смажу совсем-совсем чуть-чуть моторным маслом, чтобы он хорошо вошел. Ну, вот у меня пошел он от руки. Так вот, немножко плоской стороной подровняю его, потому что, чтобы не торчал он сюда, чтобы его не съел привод. Вот так вот. Если посмотрим, здесь вот видите, уже небольшая выработка есть. Так что можно даже его немножко ниже посадить. Наверное, так я и сделаю. Чуть-чуть посажу сам сальник пониже, чтобы сальник попал не на вот эту выработку, а стал чуть на новое место. Можно, в принципе, старым сальником не на вот эту выработку. так опустила его пониже миллиметра на 2 принципе меня устраивать все можно назад собирать привод теперь вот он видите в новом сальники уже не выпадают да он и старом не выпадал устанавливаем опять натиски прижимаем это еще повторить видео по замене сальника в крышке масляного насоса так сама шестерня которую крутит у нас ремень грим встала гаечка гайку завернем с примерно на 30 ньютон заворачивая динамометрическим ключом привык такие вещи серьезные как масляный насос головка их надо делать четко все на 35 затянул такой динаметрический ключ простенький но эффективный все в принципе сальник поменен теперь нужно установить назад его закрутить 1 2 3 4 5 6 болтов не показала я вам прокладку вот она прокладка под вот эту крышку под эту крышку наливается вот такая прокладка что за фирма не знаю с или с идти короче говоря да перед тем как прокладку устанавливать нужно обязательно вот это вот старую прокладку выковырить вот куски старой прокладки пытаюсь пытаюсь выдернуть потому что высоко уже в пластик весь вся прокладка все надо вычистить очень тщательно почти что стерильно видите как легко здесь ведомая шестерня масляного насоса очень хороший масляный насос производительный ломается практически не ломается поверьте машине больше 20 лет он ходит и ходит прокладка если ее просто вот так прижимать на им виду на двигателе ее никак не установить если не помазать чуть-чуть герметиком потому что видимо она предназначена для того чтобы весь насос вытащить масляный установить поставить вертикально положите туда тогда может быть а вот здесь придется ее мазать очень аккуратно стараюсь чтобы когда насос буду закрывать чтобы внутри внутри вот этой крышки не остался герметик так это углубление которое должно входить должна входить прокладка намазана теперь надо установить саму прокладку опачки немножко не так так надо эти можно перепутать слегка так вот так она прилипла на герметик пусть немножечко подсохнет что герметик и так потек сейчас поближе покажу так видно то что сбоку герметик бежит он еще не засох я сейчас прикручу и он печатается туда он масло не попадет так а вот здесь вот надо убрать вот это место это место надо убрать обязательно обязательно я имел ввиду вот про этот герметик масляный насос на двигатель 3 с чем-то напоминает насос напоминает насос от вас 2108 двигателя ну что будем пробовать устанавливать чтобы его установить надо вот так вот аккуратненько примерять и покручивать шкив потому что чтобы вот этот ведущий вал зашел зацепление это ведомая балом его сложно назвать назовем балом звездочкой так вот аккуратненько видите сразу не подходит проворачиваем об а вот теперь подошел все аккуратно подошло все теперь теперь обязательно опускать нельзя сразу надо нажимать на какой-то болтик например вот на этот тут болтики разной длины например вот наверх подходит год по длине и так все он уже на месте теперь подгоняем эти болты по длине я имею виду маловастый хотя длине а в это же мы не за сни и закручиваем нужно все идти от руки и вот сюда так вот здесь короткий здесь скорее всего длины да вот он все это дело помогаю такой вот галочкой и оставшиеся два болтика покороче один отсюда наверх вы сразу поймете если болтик провалился не достал значит надо длине если торчит и не проваливается перед счет и не могу закрутить вот наживил неудобно конечно все это делается лежа на одном боку куда деваться делать надо так где наш шуруповерт устанавливаем его на 7 ньютон минимальная чтобы сильно не поджать один край второй третий четвертый так а те два я достала все теперь делаем все воротком поджимаем но я примерно знаю сколько ньютон чтобы не сорвать самое главное потому что болты тоненькие на 10 ньютон поставлю еще всего если кому интересно закручиваем болты с усилием 18-20 ньютон не больше иначе можно сорвать ну все масляный насос вернее не масляный насос а крышка масляного насоса была снята сальник заменен то есть я посмотрел он практически без износа прокладка между масляным крышкой масляного насоса и масляным насосом поменена потому что уже практически была пластмассовая все в принципе всем пока делайте масляный насос вместе с нами после того как я поменял масляный насос сальник масляного насоса вот этот сальник шкива нам необходимо поменять сальник коленвала то есть открутить снять вот эту шестерню а за ней находится сальник коленвала а